Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сейчас у нас с вами лето. Вроде бы такие мысли у кого-то об отпуске, кто-то вспоминает уже о том, как был в отпуске. Так или иначе, скоро наступит 1 сентября, начнутся, скажем так, настоящие будни. И прежде всего это, наверное, касается всех видов обучения, начиная с ясельного периода, заканчивая высшим учебным заведением. А внутри есть и начальная школа, и средняя школа, и лицеи, и вуз, и все на свете. И очень важно, что сегодня летний период – это тот самый период, когда еще определяются, куда пойти. Учиться. Сегодня у нас в студии Александр Александрович Игнатьев, директор инженерно-технологического лицея городского округа Люберца. Здравствуйте, Александр Александрович. Но я правильно говорю, что лето – это такая пора для вас особая, когда все вот-вот начнется? Лето – это для любого директора некое время перезагрузки. Перезагрузки, как и учебных планов, введение новых программ, новых проектов. С одной стороны, что-то закончилось, и тут же сразу начинается следующее, да? Мы начинаем как будто заново, только с новыми силами и с учетом, конечно, того опыта, который мы получили за учебный год. Ну, давайте сначала подведем итоги учебного года, мы можем это сделать. Кстати, вот вы как директор довольны, то, как прошел учебный год, это получается 23-24. Мы довольны. Более того, инженерно-технологический лицея в этом году будет справлять свое пятилетие. Первый такой маленький юбилей. И за пять лет работы мы достигли достаточно высоких успехов и были в топ-100 школы Московской области. Являемся одной из сильнейших школ городского округа Люберца. Реализуем профильные программы обучения. Подписано соглашение с многими университетами, с индустриальными партнерами. Ну и выводим с каждым днем лицея на новый уровень. Понятно. Ну, а какова главная задача на сегодняшний день стоит? Потому что идет же у вас набор, я так понимаю, или как это называется? Как работает, как вам можно попасть на каком этапе, после какого класса и так далее? Ну, на сегодняшний день набор в начальную школу у нас уже закрыт, поскольку закончились свободные места. Сейчас ведется набор на профильные программы обучения в 10-11 классе. У нас три профильные программы. Давайте расскажем об этом. Первый – это цифровые классы инженера технологического профиля. Цифровые классы учатся у нас по программе 3 дня очно, 2 дня заочно. Тем самым мы снижаем аудиторную нагрузку для детей и более точечно готовим их по профильным предметам ЕГЭ. То есть в идеальном нашем видении это минимум 250 баллов плюс на ЕГЭ по трем экзаменам. А это так существенная такая история, да? Это тот минимум, который позволит детям поступить на бюджетные места в престижные университеты. А вот заочно – это дистант, что ли, или как? Дистанционно и также с применением видеоконференц-связи, когда педагог подключается к детям и также в лекционном режиме рассказывает часть материала. Сейчас все мы когда-то учились, и мы сразу думаем, о, как здорово, 3 дня, ты как бы вынужден, чтобы тебя видели, а 2 дня – это как? Как, помните, было во время пандемии? Преподаватель там что-то рассказывает, а народ лежит в кровати, в лучшем случае слушает, в лучшем спит. Это так работает? Не совсем, поскольку эти дни мы отводим в том числе на посещение университетов наших партнерских вузов и тех программ, которые они предоставляют для наших учащихся. То есть они, будучи лицеистами, уже ходят в университет? Да, это дополнительная программа обучения по сетевому взаимодействию в рамках нашего сотрудничества с университетами. При этом те дисциплины, которые для ребенка не являются основными, он может изучить дистанционно с помощью различных платформ и досрочно сдать. Таким образом, получается, у него высвобождается время, чтобы можно было дополнительно получить знания уже по тем дисциплинам, которые являются профильными и подготовятся для поступления в университет. И вот нет такого уже, да, зубрения постоянного нахождения, то есть с этого времени до этого ты обязан быть только здесь. А все-таки есть какая-то, ну скажем так, правильная творческая свобода выбора. Он же идет в университет на какую-то конкретную программу, их, наверное, несколько, она же не одна. Конечно, и свобода выбора, и свобода уже проявления самостоятельности. И, собственно, ребенок сам уже делает акцент на то, что ему интересно, и на то, к чему он дальше будет стремиться при выборе будущей профессии и специальности. Ну давайте еще о двух, два профиля мы коснемся. Новый профиль, который в этом году мы открываем, это очень редкий на сегодняшний день профиль в школах, это авиастроительный профиль. Инженерные классы авиастроительного профиля появляются в Люберцах только в инженерно-технологическом лицее, и туда отбор производится как нашей приемной комиссии, так и с участием представителей Московского авиационного института. А то есть это как бы они под себя уже, да, готовят специалистов? Совершенно верно. Это тот профиль, который нацелен на то, чтобы дети поступали в авиационный институт и связывали свою будущую профессию либо с самолета, либо с вертолета строением, что для нас является очень актуальным. Ну, для любви с вертолет это понятно, но еще, наверное, там и новые типы ЛА летательных аппаратов, да? И, конечно, в том числе и беспилотные летательные аппараты. Мы на сегодняшний день уже оснастили две лаборатории в рамках гранта на 12,5 миллионов рублей. А вы грант на это получили? Федеральный грант мы получили, и вот в рамках этого гранта оснащены две лаборатории. Одна по обслуживанию, вторая по пилотированию летательных, беспилотных и пилотируемых летательных аппаратов. Еще раз уточним, это 10-11 класс, да? 10-11 класс. Дети поступают к нам, сдают три экзамена. Это русский язык, математику и физику для обучения в строительном классе. И пишут мотивационное письмо о том, почему я хочу учиться в этом классе, который как раз-таки пристально рассматривается сотрудниками. А что можно писать в мотивационном письме? Что я поднимаю голову, смотрю, как летят самолеты, получаю удовольствие или что? Ну, это уже зависит от мотивации конкретного ребенка. Ну, то есть мы учим уже некое резюме, да, такое готовиться составлять, потому что многие не умеют этого делать, то есть не могут рассказать о себе. А здесь, да, уже идет... Ну, это такая серьезная, это почти уже такой очень серьезный мост между школьным образованием и высшим учебным заведением, верно? Потому что фактически точно те, кто получит хорошие отметки, имеют привилегии для поступления в то же МАИ, если говорить об авиастроении, да? Да, безусловно, и тут как раз не рассматривается тот вариант, что кто-то не получит хорошие отметки, поскольку все участники этого профиля, они заинтересованы, замотивированы на результат, поэтому там мы должны... А набор большой, сколько человек? Мы открываем один класс, 26 человек в наборе, но при этом на сегодня у нас только 16 мест занято, то есть, в принципе, 10 мест еще есть, и можно попробовать в августе во вторую волну поступить к нам в лицей. А обращаться нужно прямо в лицей, там где-то найти можно вас в интернете? Лицей на нашем сайте steamschool.ru, либо по телефону горячей линии, который на нашем сайте также размещен. То есть, вот обратите внимание, что еще 10 мест, тем более авиастроение точно в последнее время будет востребовано, потому что речь идет не только о ситуации, которая необходима для летательных аппаратов, для участия в СВО, но и, конечно же, гражданское авиастроение, где мы видим, точно есть определенные сейчас проблемы, потому что санкции работают, и нужны будут свои инженеры, которые должны не только обслуживать технику, но и внимание создавать ее. Это существенно меняет направление. Ну и еще такой вопрос перед третьим профилем, о котором мы еще не говорили. Мальчики-девочки, какая-то есть градация или неважно, кто придет к вам? Абсолютно неважно. У нас учатся и девчонки, и мальчишки, и порой девчонки даже лучше разбираются в технических науках, чем мальчишки. Поэтому здесь нет никакой градации. Это абсолютно общие профили, которых каждый ребенок может себя попробовать. Ну и третий профиль какой? Третий профиль промышленное предпринимательство. Это немножечко модернизированный профиль. Если раньше у нас был просто предпринимательский профиль, теперь мы его выводим на промышленное предпринимательство. Если абстрактно говорить, то раньше мы говорили про то, что мы хотим, чтобы наши дети могли открыть свой цветочный магазин и на этом сделать бизнес. Но теперь мы говорим о том, что мы хотим, чтобы цветы, которые будут выращиваться для этого цветочного магазина, выращивались в умной теплице, которая также будет сделана нашими детьми. То есть тут речь идет не только о предпринимательстве, как об открытии юридического лица, либо заниматься какой-то историей, связанной с продажами, услугами, а именно в рамках промышленности и производства. То есть это долгосрочные, серьезные, большие проекты. Это создание новых различных технологий, производство новых изобретений. То есть тут речь идет о построении сложной, большой, интересной структуры, которая позволит в перспективном своем планировании окупаться и приносить не просто серьезные средства, но и также ввести все-таки речь о создании новых систем, различных прототипов для выстраивания новых сегментов экономики. То есть для нас это крайне важная сейчас история. Ну и такая профессия, для нее нужно помимо таланта очень много знаний. И вот тут, возвращаясь ко всем трем направлениям, для финала нашей первой части, а кто будет в качестве учительского, педагогического состава? Кто эти люди, кто будет рассказывать? Помимо русского математики тут понятно, но у вас же именно профильное образование? Совершенно верно. И кроме модернизации базы материально-технической, мы, конечно, модернизируем и кадровую составляющую учебного процесса, привлекая различных педагогов, университетских, наших специалистов из числа индустриальных партнеров, которые проводят занятия. И более того, лицей стал обладателем гранта на привлечение педагогов также из разных субъектов Российской Федерации и выплаты им повышенной заработной платы. Поэтому здесь мы можем конкурировать и с московскими школами, и с вузами, и привлекать качественных педагогов для реализации качественного образования в лицее. Потому что это тоже важно для тех, кто будет делать выбор. Давайте еще раз. Что необходимо? Документы как подать? Ну, зайти на сайт, понятно, найти и так далее. Для поступления в лицей нужно зайти на сайт, написать заявление и сдать три экзамена. Это русский язык, математика и предмет по профилю, в зависимости от выбранного профиля, информатика, физика или общество знания. А это экзамен какой? Письменный, устный? Все экзамены проводятся письменно. С 13 по 15 августа будет вторая волна поступлений в лицей. Ага. Ну, у вас есть время еще попасть и будете строить самолеты. Это, говорят, интересное дело. Ну что ж, первая часть нашей встречи завершается, а вот во второй мы поговорим о некоторых других интересных направлениях работы, в том числе и международном направлении. У нас в студии Александр Игнатьев, директор инженерно-технологического лицея городского круголюберца. Дождитесь продолжения. Напомню, что это программа «Открытый диалог». В студии Николай Пименко. А в гостях у нас Александр Игнатьев, директор инженерно-технологического лица городского округа Люберца. Ну вот мы поговорили о том, что летом многие озабочены, где продолжить обучение. Рассказали вам о трех основных направлениях, особенно для старшеклассников. И они звучат уже так солидно, почти как в высшем учебном заведении. Ну а каникулы тем временем пока еще идут. Я знаю, что есть такое понятие, как «умные каникулы». У вас что-то такое проходит? Да, в этом году мы уже второй год получаем грант Московской области на реализацию такого направления, как «умные каникулы». И в рамках городского округа эта история себя зарекомендовала, поскольку в июне месяце продлевается пребывание детей в школе. И кроме тех детей, которые ходят в лагерь дневного пребывания, есть еще учащиеся со 2 по 8 класса и ученики 10 класса, которые принимают участие в «умных каникулах». «умные каникулы» с собой представляют не просто учебный процесс, а как раз-таки набор различных мастер-классов, интересных лекций, экскурсий, причем экскурсии выездные по Москве, Московской области. То есть не просто вот такое школьное напряжение, а именно интересное времяпропровождение развлекательным таким элементом, да? Ну я бы даже сказал познавательно-развлекательным. Мы не проходим классические уроки, а как раз стараемся либо где-то пополнить те знания у детей, которые пробелы были допущены в течение учебного года, либо наоборот развить и расширить и кругозор, и, соответственно, те познания, которые могут сформироваться за счет разных инструментов. То есть посещение Музея Победы формирует патриотическую историю. Посещение Музея техники Apple входило в программу этого летнего периода, где дети узнали вообще об интересных условиях строения компьютеров, и не таких, которые они привыкли видеть там в рамках классических системных блоков. То есть это захватывает и заставляет немножечко проявлять интерес, ну и проявлять себя в дальнейшем в обучении. А кто прорабатывает эти направления? Это изначально ваша как вот часть программы, ну есть рабочая программа для обычного, скажем, школьного процесса, процесса в лицее, а есть вот такое каникулярное направление. Это отдельные люди? Тут история такая. То есть мы, когда начинаем участвовать в гарантии, подаем заявку, в которой описывается наше предложение для функционирования умных каникул в рамках месяца на базе лицея. И те заявки, которые проходят отбор на уровне Министерства образования Московской области, получают поддержку. И дальше в рамках нашей работы мы выполняем, собственно, те условия, которые в этой заявке были описаны. При этом на сегодняшний день у нас более 70% детей приняло участие в умных каникулах от всего контингента лицея. То есть это достаточно высокий показатель. И родители уже по-другому на это смотрят, понимая, что в июне месяце дети не будут где-то лазить и заниматься своими какими-то делами. Они могут быть и проводить это время в школе. А в июле-августе уже можно куда-то их отвезти? Да, бабушки отправят съездить в отпуск с ними. Поэтому это тоже получается достаточно удобно. Но и при этом снижается нагрузка. То есть домашнее задание делать не нужно. Да. А все это немножко в таком познавательном варианте происходит. Ну и многие по-другому действительно могут посмотреть на все происходящее. Ну и еще несколько тем, которые у нас есть. Лицей, напомню, называется инженерно-технологический. Звучит практически как название института. А сегодня мы слышим самых высоких трибун о нехватке инженеров. У нас много юристов, у нас много экономистов. Ну и так далее, чтобы никого не обижать. Мы знаем, куда обычно по каким-то десятилетиям мамы, папы пытаются отправить своих выпускников. А у вас на сегодняшний день профессии, которые, те направления, они очень большой спрос имеют. И в общем-то это такое удачное попадание, потому что инженер – это же такое глобальное слово. Вот инженер – это человек, который может работать в самых разных направлениях. Ну и насколько я понимаю, у вас есть, так как вы лицей, и любите гранты всякие выигрывать, и без грантов, у вас есть какие-то углубленные предметы. То есть более плотное погружение. Это так? Да, на разных ступенях образования это разные предметы. При этом есть, к примеру, с пятого класса уже углубленные программы по математике, по информатике. Потом появляется физика, технология. И в десятом, в одиннадцатом классе вводятся дополнительные предметы. Это журналистика, основы электроники, предпринимательство. Но это все по выбору, да? Или это входит в общий как бы подход? Это элективные курсы, которые дети выбирают, выстраивая свою индивидуальную траекторию обучения в лицее. Но при этом есть возможность также получения дополнительного образования. Это секции кружки технической направленности, спортивное оздоровление. То есть тут достаточно большой спектр доп. образований, которые мы предлагаем, в том числе и в развитии способностей детей. А это ваше собственное доп. образование? Или вы кому-то обращаетесь за доп. образованием? Есть секции, которые мы проводим самостоятельно, там, где есть у нас компетенции. К примеру, одна из таких вот интереснейших историй – это проектирование нейроинтерфейсов. В этом году дети у нас заняли бронзу на России по проектированию нейроинтерфейсов, что для нас тоже является большой победой. И есть, конечно, секции, в основном это спортивные, либо танцы, которые проводятся квалифицированными клубами. И мы предоставляем им площади на базе арендных условий для того, чтобы они могли профессионально заниматься с детьми. Хорошо. Ну и знаю, что в инженерно-технологическом лицее внимательно следят за теми, за вектором, что ли, направления тех или иных политических, скажем так, влияний. Мы понимаем, что сегодня мы сближаемся с Востоком, и тема Китая, она обсуждается все время, опять же говоря, об инженерном автомобиле. Вот вам непосредственно прямо связь. И речь о китайском сотрудничестве с Китаем, естественно, тоже на самых высоких уровнях обсуждается. Я знаю, что вы как-то внимательнее стали относиться к китайскому языку. Это так? Не просто внимательнее, а мы стали участниками делегации от России, которая в апреле месяце посетила Китай в рамках 114 человек. И достаточно большая делегация, где были подписаны ряд соглашений. В том числе было подписано соглашение между двумя школами Московской области. И одной из таких школ стал инженерно-технологический лицей, который подписал соглашение с китайской школой провинции Циньцзянь для сотрудничества, обмена опытом, обмена кадрами и технологиями в рамках образовательных программ. При этом мы уже начали по данному соглашению работать. Наши педагоги 27 июня вернулись из трехнедельной стажировки из Китайской Народной Республики. И также с 1 сентября мы вводим китайский язык в рамках дополнительного образования для всех желающих. При этом у наших детей уже в осенние каникулы появится возможность посетить с ответным визитом Китайскую Народную Республику и проживать в кампусе, проходить обучение там по программе дополнительного образования. А также у педагогов и детей из Китайской Народной Республики будет возможность посетить нас и пройти обучение у нас. То есть вот такой вот обмен мы выстраиваем сейчас. Много достаточно есть мыслей по реализации этого проекта. Поэтому как только будут появляться свежие актуальные анонсы по тем программам обучения, которые мы будем либо самостоятельно, либо совместно, к примеру, с одним из наших партнеров, это Российский университет Дружбы Народов, реализовывать, мы будем сразу сообщать. И можно будет подключаться, причем не только нашим ученикам, но и также учащимся других школ городского округа Люберца. Ну это очень серьезный шаг. Почему? Потому что что-то подсказывает, что знание китайского языка нам понадобится в любом случае в ближайшее время. А изучение китайского языка это довольно сложный, насколько мне известно, процесс. А в таком вот юном возрасте, наверное, это чуть-чуть будет проще. Тем более есть, ну как там говорят, с носителем языка, общение, вот эти взаимные вещи. Очень интересно. Ну и коль мы говорим уже о планах, слово сентябрь прозвучало, мы помним, да, что еще в августе у вас есть возможность поступить в лицей. Но давайте перенесемся в осень. Какие планы в этом году вы строите и как руководитель, и как руководитель вот этого большого подавательского состава? Чего хотелось бы добиться? К чему прийти к финалу следующего учебного года? Планов много. Один из планов в этом году, может быть, такой анонс небольшой проведу, что открывается еще один корпус дошкольного отделения в рамках инженер-технологического лицея в микрорайоне «Самолет». Потом в следующем году планируется, значит, введение новых профилей. О них чуть позже мы расскажем, да, и анонсируем, пока немножечко останется интригой. Хочется повышать качество образования лицеистов, хочется достигать все больших и больших успехов в рамках Олимпиад, как всероссийских, так и международных. У нас в этом году появились призеры заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников, что для нас вообще является таким важным показателем качества, которое мы начали достигать и в рамках Олимпиадного движения. У нас в этом году достаточно серьезно стартовало направление молодые профессионалы, где дети получают дополнительные привилегии в достижении своих результатов. И я надеюсь, что следующий год принесет нам значительные победы, и покажет снова, что инженер-технологический лицей является большой, сильной базовой школой с лучшими традициями и качеством образования. Я хочу напомнить, что 5 лет всего лишь отмечают. Смотрите, сколько уже и победы в конкурсах специальных, и поездки в составе серьезной делегации. Поэтому надо задуматься, тем более я, как до конца не состоявшийся инженер, прекрасно понимаю, о чем идет речь. Мне кажется, что человек, который получает образование инженера, даже на уровне лицея или школьного образования, это гораздо обширнее, гораздо глубже. Это помогает человеку в будущем выстраивать свою жизнь, даже если по каким-то причинам именно инженером он и не станет. Но это поможет ему в любом случае в его жизни делать из трех, скажем, путей выбирать именно правильное. Потому что это образование такое углубленное и действительно позволяющее широкими глазами смотреть на широкий мир и мир возможностей, которые сегодня существуют. Напомню вам еще раз, что в августе с какого по какого? С 13 по 15 августа мы планируем, вернее, с 13 по 15 августа стартует вторая волна приема в 10 и 11 класс инженер-технологического лицея, где еще есть вакантные места, поэтому рады были видеть. Выбирайте направление, поговорите с детьми, приходите на сайт, я так понимаю, там тоже можно увидеть какую-то информацию, потому что это же самый сложный период, когда стоит выбор, хочется и туда, и туда, потом маме хочется туда, папе хочется туда, ребенку хочется сюда. Тут очень много аспектов. Но в любом случае целью нашего сегодняшнего разговора было именно то, что действительно инженерная специальность востребована. Мы увидели, что инженерно-технологический лицей работает со всеми возможными направлениями важными, которые сегодня существуют. И мы помним интригу, что есть еще новые направления. Так что, смотрите, все может поменяться в еще более выгодном ключе в этом проекте. Александр Александрович Игнатьев, директор инженерно-технологического лицея городского округа Люберцы. Спасибо вам большое за участие в программе. Ну а открытый диалог завершен. С вами был Николай Пименко. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин